Здравствуйте, меня зовут Алексей Сидоренко и я расскажу, как пользоваться Google Refine на настоящем живом примере. Итак, у нас есть задача. В данном случае, наверное, вы слышали о проекте rostdoступ.ru, который позволяет решать проблемы, соответственно, с различными пандусами и другими элементами недоступности среды в российских городах. И, собственно, особенность ситуации, связанной с данным приложением, она состоит в том, что все заявления, которые мы формируем, нужно высылать по адресам управ. И, собственно, вот один из участников, Михаил Трифонов, любезно составил табличку, которая выглядит примерно следующим образом, которую мы хотим использовать в качестве базы данных для, соответственно, рассылки. И на данный момент эта база данных, соответственно, не самая лучшая, скажем так, поэтому мы ее сейчас будем активно изменять. Вот. Итак, мы установили Google Refine. Это, скажем так, совсем простая задача. Мы скачиваем, устанавливаем. Первое, что нажимаем, это, соответственно, Create Project. Вот. Create Project. Выбираем файл. Соответственно, управа Москвы 2013. И нажимаем Next. Вот. То, что он нам показывает. Ну, во-первых, мы говорим, потому что так как первые три колонки, они, соответственно, пропущены, мы говорим Ignore первые три линии. Вот. Соответственно, он нам показывает сразу, сразу, соответственно, то, что... Так. Сразу показывает, соответственно, сейчас... Если мы четыре сделаем... Да. Вот. Мы игнорируем первые три линии, потому что, ну, соответственно, мы так считаем, да? Потому что там в них ничего нет. И нажимаем Parse Next в Online as Headers, то есть как заголовок. Вот. Здесь называем название проекта. Управы Москвы. Нажимаем Создать проект. Он нам создает проект. И теперь, соответственно, нам нужно... Во-первых, у нас есть здесь вот город Москва. Да. Мы хотим оставить просто Москва. И мы нажимаем Edit. Edit. Edit Cells. Transform. Value. И дальше пишем Replace. И здесь достаточно просто все, да? То есть в данном случае первое это то, что мы хотим заменить. Это хотим мы заменить слово ГОРОД. Вот. Оставляем его просто без всего. И, соответственно, отделяем запятой то, что мы хотим заменить. То есть ГОРОД. И оставляем только то, что мы хотим. То есть если бы мы написали здесь ГОРОД, то это выглядело бы следующим образом. Да. Но это, соответственно, мы здесь... И этого достаточно. Да. Мы оставляем здесь только ГОРОД. Вот. Соответственно, здесь это... Так. Это управы. Сайты. Теперь что нам нужно сделать? Мы хотим адрес разделить, соответственно, и разделить каким-то образом. таким достаточно... Ну, просто... Так. Сейчас. Мы хотим этот адрес разделить, чтобы был, например, отдельно индексы. Мы нажимаем Edit Column. Split into several columns. Вот. И... Здесь в данном случае мы... Он предлагает нам на основании чего мы хотим разделить колонки. И я говорю, что, соответственно, на основании запятой. То есть сразу после запятой он нам разделит. И я пока говорю, чтобы он разделил нам только на две колонки. Вот. Потому что мы хотим это делать постепенно. И, как вы видите, соответственно, у нас здесь получаются различные данные. Не всегда, например, показываются, соответственно, какие-то индексы. Вот. Где-то бывает пропущена запятая. Это достаточно типичная ситуация с не самыми чистыми данными. Вот. Но мы хотим бы всех почистить. Вот. Поэтому что мы делаем? Мы делаем... Здесь нажимаем Facet. Соответственно... Нет. Мы нажимаем Cluster and Edit. Вот. И, соответственно, смотрим, есть ли у нас какие-то... Какие-то здесь... Сейчас, секундочку. Кластеры появляются ли они... Не раз... Нет. В общем, у нас кластеров здесь не появляется. Но мы можем выбрать Text Facet. Вот. И уже... И смотреть, например, условно говоря, конкретные... Конкретные примеры индексов. И здесь, например, редактировать их прямо здесь. То есть, например, везде, где есть буква G. Вот. Мы можем это сделать так же автоматически, как мы редактировали предыдущую колонку. Вот. То, соответственно... Сейчас. То, соответственно, вот мы уже подчистили значения индексов. Так же мы, например, можем здесь сделать... Тоже разделить все колонки, всех фамилий на... Конкретно отдельно фамилию, имя, отчество. И мы выбираем здесь пробел. И, соответственно... Видите? Мы уже все разделили. Только вот здесь вот какая-то проблема есть. Видео... А! Здесь было два пробела, да? Соответственно, мы это уже вручную... Вручную можем... Подчистить. Вот. Здесь тоже у нас какие-то есть плохие вещи. Это, как правило, везде, где... Где у нас были... Где у нас были двойные пробелы. Или... Вот. Мы также можем вернуться. У нас здесь есть, соответственно... Здесь есть история, да? Мы можем вернуться, соответственно... Вот. Мы опять вернулись. Теперь все, что мы делали, мы всегда... У нас есть, как бы... Есть возможность вернуться. Вот. Мы хотим, опять же, еще раз попытаться. Только уже на этот раз лучше сделать. Мы хотим edit sales. Мы хотим убрать здесь все двойные пробелы. Чтобы нам в следующий раз он нормально все поделил. Соответственно, здесь пытаемся мы каким-то образом... Сейчас. Не получается. Не видно двойных пробелов. Давайте поймем, почему. У нас здесь есть какие-то странные символы, которые на самом деле... А, вот. Вот. Это даже были не двойные пробелы, а тройные пробелы. Поэтому мы можем сейчас это все поставить. А, нет. Смотрите-ка. Все-таки он не хочет нам. Ну, ладно. И здесь, как вы видите, можно использовать регулярные выражения для наших задач. Поэтому... А, есть еще, да. Есть еще, кстати, хорошая вещь. Вот. Достаточно важная. Здесь можно попытаться все-таки убрать эти пробелы. Используя trim leading and trailing white spaces. Вот. Ну, а и тут-то он опять нам ничего не показывает. Вот. Еще можно сделать, соответственно, transform consecutive white space. Вот. Посмотрим. Еще можно сделать и носки почтимые ленты, но опять же он нам ничего не находит. Вот. Тогда, соответственно, давайте все-таки попытаемся... Попытаемся все-таки разделить это. Соответственно, давайте. Получилось ли? Ну, вот опять же у нас... Давайте здесь text facet. Так, соответственно. Это мы уберем. Здесь просто другое какое-то, видимо. Какие-то другие... Сейчас. Роман Николаевич. Может быть, здесь четыре раза. Нет. Одна. Вот. И, соответственно, дальше мы таким образом редактируем все, кто у нас есть. Да, мы уже сейчас найдем. И, видите, мы можем уже... Так же... Ну, здесь вот, соответственно, указаны все пропущенные. Вот. Мы таким образом... Все имена нам определили, да? Соответственно, здесь мы... Так. И смотрим. А, еще, например, видите, у нас есть некоторые... Некоторые имена... Соответственно, выделены заглавными буквами. Но мы тоже это можем все изменить. Соответственно, мы делаем этот title case. Вот. И здесь тоже все делаем. Title case. То есть, это в данном случае просто первые заглавные буквы. Сейчас, сейчас, сейчас. Edit cells. To title case. И, соответственно, edit cells. Edit column. Нет. Edit cells. To title case. Вот. Сейчас мы тоже здесь. Здесь почему-то появилась проблема. Вот. И таким образом мы... Соответственно, что мы сделали? Мы уже значительно улучшили читаемость таблички. Вот. И здесь, например, вот конкретно в этом случае тоже, что мы можем сделать? Edit cells. Так. Trim. И здесь. И, соответственно, дальше. To number. Так. Ну вот. Почему-то нам показывают какие-то странные. Так, давайте попробуем еще раз перевести это все. To number. Вот. А, все отлично. Видите? Мы перевели это все в номера. Вот. Тогда на этом большое спасибо. Я пока заканчиваю. Это один из примеров того, что мы можем сделать, соответственно, с Google Refine. Очень удобная штука. Позволяет вам сильно экономить время. Я надеюсь, вам это понравится. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует. Продолжение следует...